Приветствую всех! Сегодня, как вы поняли из названия видео, будет подборка самых известных, на мой взгляд, фейлов плосковеров. Давно хотел сделать это видео, если честно. Ведь фейлов у них всегда было предостаточно. А еще хотелось заставить моих уважаемых зрителей плосковеров почувствовать себя неловко, чтобы им стало хоть немного, но стыдно за своих единомышленников. Примеры в топе расположены произвольно, просто в том порядке, в котором я о них вспомнил. Кроме того, некоторые из них я уже упоминал ранее в своих видео. Так что какие из них более зашкварные, можете решать сами. Итак, поехали! 1 место Уже известный зрителям моего канала Боб Кноддл, один из известных деятелей плоскоземелья в англоязычном ютубе, в список попал за тот случай, когда с единомышленниками случайно доказал вращение Земли. Если кто-то забыл, о чем речь, я напомню. Плосковеры за 20 тысяч долларов купили настоящий лазерный гироскоп, запустили его и с удивлением обнаружили, что приборы фиксируют вращение в 15 градусов в час. И что они не делали, как они не пытались от этого вращения избавиться, ничего не вышло. Все, что им осталось, признать, что вращение есть, но теперь нужно придумать этому какое-то объяснение в рамках плоской Земли. Об этом я уже подробно рассказывал в одном из своих прошлых видео. 2 место Попытка доказать, что Земля плоская с помощью строительного уровня Сам по себе пример настолько нелепый, что даже многие плосковеры посмеялись над этим. Рассказываю, в чем суть. Некий не очень умный плосковер решил полететь на самолете и взять с собой обычный строительный уровень. Суть этого так называемого эксперимента заключалась в том, что якобы на шарообразной Земле показания уровня в течение полета должны каким-то образом измениться. Любой более-менее здравомыслящий человек, в том числе и плосковер, наверняка поймет бредовость этого эксперимента. Ведь что на шаре, что на плоской Земле показания уровню никаким образом не изменились бы. Думаю, нет смысла объяснять почему. Все это можно прокомментировать просто. И вот эти люди реально думают, что опровергают официальную науку? Да, не все плосковеры настолько отбитые, но все же. Собственно говоря, в топ этот пример попал за свою нелепость. 3 место. Плосковеры собрали гелиевый шар, запустили его на высоту 100 000 футов, снабдив камерами, в надежде доказать, что горизонт на такой высоте плоский. Даже камеры подобрали подходящие, не широкоугольные, чтобы не было дисторсии и искажения горизонта. Но даже это им не помогло. Горизонт, как ни странно, оказался закругленным. Причем они это не сразу заметили, даже после публикации видео. Но когда до них дошло, они удалили это видео вместе с каналом. Правда, я уже успел сделать разбор на этот фейл. Можете посмотреть у меня и на канале. 4 место. Собрались плосковеры опровергнуть официальную модель в части Земли-Луны, а именно предъявить официалам якобы некоторые нестыковки. Что-то типа Луна при съемке с другой стороны Земли выглядит перевернутой. Окей, но когда это вдруг стало сенсацией? Они были уверены, что это как-то доказывает плоскую Землю или опровергает шарообразную. Но дело даже совсем не в этом. Сами того не желая, они в очередной раз случайно, как это происходит у плосковеров, лишний раз доказали официальную модель. Каким образом? Они снимали Луну одновременно из двух точек, расположенных на большом расстоянии друг от друга. Причем сделали это несколько раз. А что же у них пошло не так? Они вовремя не обратили внимание на свои снимки. То, что Луна перевернута не проблема. Проблема в том, что сама Луна у них снята как бы немного под разным углом. Если точнее, разница составляет чуть больше 1 градуса. Что полностью соответствует официальному расстоянию до Луны, расстоянию между городами, где производилась съемка, а также полностью соответствует элементарной геометрии. Но при этом никак не вписывается в модель плоской Земли и, если не сказать, что полностью ей не противоречит. Естественно, оригинал видео вы уже не найдете. Угадайте почему. Осталась только ссылка на Перезалив на другом канале. На это видео я тоже делал разбор. Кому интересно, посмотрите. 5 место. Один из моих любимых примеров. В нем показана вся суть плосковеров. Итак, один самоуверенный сторонник плоской Земли предложил 100 000 долларов тому, кто докажет, что самолеты летают не по плоскоземельным картам, а по глобусу. Точнее, он захотел увидеть пример маршрута, проложенного по официальным картам и который был бы возможен только на шаре и невозможен на плоской Земле. А именно, маршрут должен быть в виде треугольника, каждый угол которого составляет 90 градусов. Это несложный вопрос из области геометрии. Такой маршрут реально возможен на шаре, но невозможен на плоской Земле. На челлендж откликнулся настоящий пилот и с легкостью показал такой маршрут. Но плосковер в лучших традициях сказал «не считается» и отказался платить. Смею предположить, что таких денег у него и не было. Он на ходу несколько раз менял условия челленджа. То программа неправильная, то карты фейковые. Потом сам указал, какие карты можно использовать и какие нельзя. Но пилот с легкостью выполнил условия челленджа даже с картами, которые предложил сам плосковер. В итоге плосковер сдался, признал, что условия выполнены, но деньги выплачивать отказался. Типичное поведение плосковера, что тут сказать. 6 место. Эксперимент с двумя отверстиями Запись этого эксперимента есть в фильме «За изгибом», в том же самом, где рассказывается об эксперименте с лазерным гироскопом. Суть эксперимента проста и предложена самими плосковерами, ведь это по сути повторение опыта Сэмюэля Работома. Смысл заключается в том, что если Земля плоская, то источник света, два отверстия и камеры, расположенные на одной высоте, выставленные по водному уровню, должны оказаться на одной линии, и камера сможет увидеть источник света сквозь два отверстия. А если шарообразная и поверхность имеет кривизну, то камеру придется поднять на определенную высоту, больше, чем высота отверстий. И, как вы уже, наверное, догадались, эксперимент это и подтвердил. Только подняв камеру на высоту большую, чем высота отверстий, свет от источника удалось увидеть в камеру. Спасибо вам большое, плосковеры, за очередное доказательство шарообразной Земли. 7 место Широко известный в узких кругах плосковер Макс Беляев пригласил специалиста по навигационному оборудованию, чтобы тот на живом примере показал, что гироскоп не разворачивается в пространстве из-за вращения Земли, а также движения самолета. Специалист использовал реальную гировертикаль самолета в этом эксперименте. Дам небольшое пояснение. В гировертикали, как и в авиагоризонте, главная ось ротора располагается вертикально и постоянно удерживается в этом положении. Удерживается с помощью специальной системы коррекции, состоящей из датчиков уровня и электродвигателей. Смысл состоял в том, чтобы принудительно отключить все механизмы коррекции для того, чтобы гироскоп внутри прибора стал свободным и смог показать, вращается Земля или нет. Эксперимент проводился в прямом эфире. Специалист на тестовом стенде отключает у гировертикали механизм силовой коррекции. После определенного времени все видят, что показания прибора не меняются и делают вывод, что Земля таки не вращается. Тосковеры в экстазе. Но! Этот самый специалист умолчал об особенности конструкции гировертикали. Возможно специально, возможно и сам об этом не знал. А заключается эта особенность в том, что гировертикаль, в отличие от авиагоризонта, имеет два независимых механизма коррекции. Первый, быстрый и менее точный, работающий при больших отклонениях оси гироскопа от вертикали. И второй, более медленный, но более точный, работающий при малых отклонениях, в диапазоне пара градусов от вертикали. Именно второй канал и был отключен, а первый продолжал работать. Как можно догадаться, в этом случае ось ротора может отклониться только в пределах двух градусов. Дальше начинает работать первый канал коррекции, который не дал бы ротор отклониться дальше. И если Земля вращается, то показания авиагоризонта на стенде должны отклониться на 2 градуса и остановиться. И именно это и произошло. Спасибо еще раз, дорогие плосковеры, за очередное доказательство вращения Земли. 8 место. Канал всем известного правдоруба. Вообще весь его канал сплошной фейл сам по себе, поэтому я приведу лишь один пример. Видео про купол в Антарктиде. Кто знаком с его творчеством, наверняка помнит этот зашквар. Кто не знаком или не помнит, я напомню. Этот, так называемый, правдоруб выдал лютый, дичайший и очевиднейший фейк за правду. Причем это выглядело настолько нелепо, что даже его сторонники засомневались, а точно ли это правдоруб выложил. Нет, господа, это был именно он. Напомню, видео было про так называемые опоры купола, которые якобы удалось заснять очевидцам в Антарктиде, также свидетельство наличия купола в официальных источниках. Само видео якобы опор оказалось старым, давно известным фейком, точнее просто любительской графикой. И это никогда не скрывалось, в том числе и автором этой CGI поделки. Ты, так называемый правдоруб, накормил своих зрителей отборной ложью. Да, сам контент был честно позаимствован с канала Гражданина 404, но это, мягко говоря, не отговорка от слова совсем. Видео на твоем канале тебе отвечать. Но отвечать он, естественно, не захотел, а просто сделал нелепый перезалив этого видео, но уже с такими же нелепыми оправданиями. Типа, ну да, может и фейк, а может и нет. Надо разобраться. Ну а что до купола в Антарктиде? Так это вроде даже и не секрет. И купол реально упоминается в официальной литературе. Только купол – это просто название одной из горных вершин, не более того. Но зачем такие подробности зрителям знать? Да, правдоруб? Девятое место. Опыт на озере, проведенный неким сообществом, называющим себя Геомангрупп. Смысл эксперимента прост. С помощью оптики, лазеров и мерных линеек проверяется, плоская ли поверхность льда на озере или имеет закругление. Не буду вас томить, видео и так затянулось. Имеет она закругление? Имеет. Сами же плосковеры это и доказали. В очередной раз выражаю им благодарность. И десятое место. Еще один плосковер, известный в узких кругах, под кодовым именем «Морячок». Решил он проверить, изменяется ли размер Солнца в течение дня, особенно на закате. Ведь у плоских это была чуть ли не аксиома. На плоской земле размер Солнца в течение дня якобы меняется, просто мы измерять не умеем. Естественно, размер Солнца у морячка оказался неизменным. Конечно, от этого он плосковером быть не перестал, просто добавил к гипотезе плоской земли еще один костыль. Солнце оказывается за куполом, а не под ним. Правда, как именно это работает, он не придумал. Но все равно спасибо за очередное подтверждение официальной модели. Думаю, на этом я закончу. Выводы, как всегда, делать вам. На чем держится идея плоской земли, кто ее отстаивает и почему эта идея настолько слабая, что попытки ее доказать часто приводят лишь к ее опровержению. Ссылки на все использованные и упомянутые материалы, как всегда, будут в описании видео. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго!